Время вечерних новостей. В студии работает Айсло Мурзакова. Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и по регламенту Диурку Кенеша рассмотрел законопроект о передаче ТЭЦов, Бишкека и Аша, а также котельных на баланс мэрии городов и акимятов районов. Мэр Бишкека Айбек Джуншалиев выразил готовность принять на свой баланс энергообъекты, расположенные на территории столицы. Сформирован соответствующий департамент, назначен курирующий вице-мэр Талайбек Байгазиев. Планируется предприятие Бишкек Теплоэнерго, Бишкек Теплосеть и ТЭЦ Бишкека реорганизовать в одну организацию, информировал мэр. Председателю Кабинета министров Ахлбеку Джапарову презентовали модернизированные оборудования идентификации системы электронного и дистанционного голосования, которое рассматривается для расширения возможности участия избирателей в период выборочного процесса. По словам председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нурджан Шайдл-Дабековой, в настоящее время начаты организационные и подготовительные работы по обновлению и улучшению избирательного оборудования и программ электронного управления выборами. В свою очередь, глава Кабмина подчеркнул важность совершенствования оборудования, идентификации систем электронного и дистанционного голосования, что позволит обеспечить качественное проведение избирательного процесса, а также повысить доступ к гражданам к голосованию. В Бишкеке, жилмассиве Кукджар, сегодня состоялось торжественное открытие вновь построенного детского сада Мекендин-Кили-Чайги, рассчитанное на 100 мест. На церемонии открытия подведомственного управления ГКНБ детского сада принял участие заместитель председателя Кабинета министров, председатель ГКНБ Камчубик Тайшиев, полномоченный представитель президента в Чайской области Ханаджу Магазеев, а также ветераны органов национальной безопасности и представители родителей будущих воспитанников данного детского сада. В своем выступлении Камчубик Тайшиев отметил, что создание и улучшение семейно-бытовых условий сотрудников ГКНБ является залогом успешного выполнения ими служебных боевых задач, в связи с чем в настоящее время ожидается открытие подведомственных детских садов во всех областях республики. В Бишкеке с 10 по 16 июня выявлено 7138 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в патрульной милиции, из них за управление транспортным средством водителей, находящихся в состоянии алкогольного обвинения 56, за нарушение порядка регистрации 145, за управление авто без соответствующих документов 51, за невыполнение требований дорожных знаков 4055, за управление водителей с тонированными лобовыми и боковыми стеклами передних дверей 22, за нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности 1153, за нарушение ПДД пешеходами 502, другие нарушения ПДД 1154. Поставлено на штрафную стоянку 713 единиц транспортных средств. В Крыгстане проходят обсуждения изменений в закон о равных правах и возможностях. Депутат Камила Талиева представила поправки, направленные на поддержку женщин и продвижение гендерного равенства. Консультации прошли в Чуйской области. Аналогичные мероприятия состоялись в шести областях страны. Планируется разработка законопроекта с учетом общественного мнения. В Чуйской области состоялась региональная консультация по обсуждению предложений изменений в закон Крыгской республики о государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин. На встрече депутат Джоурку Кенеша Камила Талиева представила свои поправки к закону, подчеркнув, что достижение гендерного равенства является одной из главных целей развития страны. Принципы гендерного равенства прописаны в Конституции и включены в национальную стратегию развития до 2040 года. Указом президента утверждена государственная программа по поддержке женского лидерства до 2030 года. Важно отметить необходимость представительства женщин на высоких должностях и устранение отсутствия женщин на постах глав областей. Предложенный законопроект предусматривает меры поддержки женщин в обществе и государстве. По мнению экспертов, Кыргызстан считается одной из самых опасных стран для женщин. Проблемы насилия и гендерного неравенства остро стоят на повестке дня. 90% жертв семейного насилия – женщины, которым также сложно продвинуться в органах принятия решений или построить политическую карьеру. К тому же существующие в обществе стереотипы, которые закрепляют традиционные роли женщины и не поощряют женское лидерство, также являются препятствием для женщин в построении их карьеры, в том числе и политической карьеры. Например, женщинам очень сложно участвовать на выборах в качестве депутатов или кандидатов, выдвинуться и избраться депутатами, потому что здесь не только есть вот эти фактические барьеры, про которые мы видим и обсуждаем сегодня, но также здесь препятствием являются те стереотипы вредные, которые закреплены обществом, где общество не поощряет женское лидерство. В Чуйской области проживает более 850 тысяч человек, из которых более 430 тысяч составляют женщины. По словам заместителя полномочного представителя президента в Чуйской области Гульмиры Каштубаевой, особое внимание уделяется укреплению прав женщин, включая предпринимательниц, женщин в миграции и активисток с целью достижения равенства прав. В настоящее время одним из ключевых направлений нашей работы является укрепление прав женщин, особенно предпринимательниц и женщин, находящихся в миграции. Мы признаем необходимость создания условий для равных возможностей и развития их потенциала в обществе и экономике Чуйской области. Мы активно работаем над разработкой и реализацией программ и проектов, направленных на поддержку женского предпринимательства и интеграции мигранток в общественную жизнь. На консультации участники выразили признание необходимости совершенствования и внесения изменений в законодательство. Участники мероприятия подчеркнули важность этапа обсуждения перед принятием законодательных актов. Особое внимание уделено мнению населения и широкому участию общественных и государственных организаций. Так как мы на местах именно реализуем все законодательные акты, и нам очень приятно, что этот законодательный акт, прежде чем будет принят, обсуждается на местах, именно берется инициатива народа, населения, и потом мы уже, соответственно, как государственные и муниципальные служащие будем реализовать данный нормативный правовой акт. Подобные консультации прошли в шести областях страны. С учетом поступивших предложений, проект закона будет разработан межведомственной рабочей группой, а на осенних национальных консультациях будет окончательно принято решение по законопроекту. Сымбат Алмазова, Смаган Тайрбеков, ФУТРК, Чуй. В Высокотинском районе успешно продвигается внедрение контрольно-кассовых машин. На сегодняшний день установлено около 2000 аппаратов, почти 99% предпринимателей добросовестно пробивают чеки. Крупные товаропроизводители поддерживают нововведения, способствующие прозрачности бизнеса. Внедрение системы контрольно-кассовых машин продвигается успешными темпами. В Высокотинском районе на сегодняшний день установлено около 2000 контрольно-кассовых аппаратов, на которых работают местные предприниматели. Из них 99% добросовестно пробивают чеки. Предприниматели в Высокотинском районе с пониманием относятся к нововведениям, понимая их важность для развития государства. Контрольно-кассовые машины необходимы для обеспечения прозрачной деятельности всех предпринимателей, что является общей мировой практикой. Работаю с ККМ уже с января, так как мы сразу поняли преимущество ККМ, так как для нас мелких и средних предпринимателей это довольно очень хорошая вещь, потому что у нас не выходит сумма 15 миллионов и у нас выходит нулевая ставка. И при этом это для нас очень хороший такой показатель, потому что мы, ну вот считаем, мы выходим в ноль. Раньше, допустим, у нас патент, в магазин у нас уходило три патента. Три патента – это около 8 с чем-то тысяч, мы, я считаю, каждый месяц только за патент давали. Ну, сейчас очень легко. Прямо у нас рядом с налоговой бухотчет есть, люди тоже, как бы, тоже недорого стоит этот бухотчет сделать. На Канском базаре, где торгуют 184 предпринимателя, уже установлено 157 контрольно-кассовых машин. Все торговцы перешли на единую систему налогообложения. Налоговые ставки составляют 0% при годовом объеме выручки до 15 миллионов сомов, 0,5% при выручке до 30 миллионов сомов и 1% до 50 миллионов сомов. С предпринимателями проблем нет, уже все понимают, понимают, хорошо выбивают чеки, перешли на единую систему налогообложения. Как говорится, упрощение системы налогообложения. Как вы сами уже знаете, до 15 миллионов они отчеты дают по 0 системе. Отчеты вообще не сдают, чеки выбивают. По данным государственной налоговой службы, в настоящее время в Высокотенском районе 80% предпринимателей, работающих в магазинах, перешли на использование ККМ. На рынках около 90% предпринимателей перешли на единый налоговый режим. Налоговая районная инспекция на постоянной основе проводит разъяснительные работы. Также действует единое окно, где можно получить всю необходимую информацию. С внедрением системы ККМ у нас в районе есть хорошие подвижки. На сегодняшний день около 2000 контрольных кассовых аппаратов установлены. На них работают наши предприниматели. Сейчас уже все они настолько привыкли, что всем, почти 99% всем они пробивают чеки. Даже тем, кто не спрашивает, они вот мы при выезде, при обходе, мы это своими глазами видели, везде, где есть контрольные кассовые аппараты, на всех аппаратах пробиваются чеки. И люди как-то уже к этому привыкли. Но, конечно, я далек от того, что прям 100% все спрашивают чеки. Бывает, да, не спрашивают многие. А так, кто спрашивает, кто вот есть мотивация на то, чтобы участвовать на разных этих, да, вот в марафонах, где призы выигрывают. Поэтому народ заинтересован спрашивать, чтобы пробивали чеки. Ранее предприниматели, работающие по патенту, платили по 3000 сомов в месяц за патент и страховой полис. В настоящее время они освобождены от налога, так как работают по нулевым ставкам. С переходом на контрольно-кассовые машины они платят только за страховые взносы, которые составляют 912 сомов. В начале, конечно, в начале года были проблемы. Они не хотели установить ККМ. Они все хотели работать по патенту. Они понимали, это как будто ловушка. Сейчас мы реально воручку покажем, потом налогом будет облагать. Там всякие разговоры были. Сейчас мы постоянно проводим разнисленную работу. Уже установлены косые аппараты. Например, в прошлом году мы получили 200 штук бесплатных аппаратов. В этом году тоже получили 200 штук бесплатных аппаратов. И нуждающие мы раздавим бесплатно кассовые аппараты и устанавливаем. И постоянно проводим разнисленную работу. Как выбивать, как потребовать. Когда поставщики поставляют товар, чтобы они попросили. ЭТТН и электронную товар, электронную шатфактуру. Отметим, что контрольно-кассовая машина – это аппараты, используемые для контроля и фискализации платежей. Она фиксирует все торговые операции, выдает чек покупателю и автоматически отправляет данные в единую информационную систему налоговой службы. По всей стране используется около 78 тысяч ККМ, что способствует более прозрачному ведению бизнеса. Сымбат Алмазовая, СНБ Кусена, Футырка, Чуй, Яссокотинский район. В Аламыдунском районе Чуйской области состоялась торжественная церемония открытия водонапорной башни с целью регулирования работы напора чистой воды и обеспечения регулярного водоснабжения граждан. В мероприятии приняли участие полномочные представители президентов Чуйской области Ханаджу Магазиев, представители благотворительного фонда «Ассалам», а также местные жители. В своей речи Ханаджу Магазиев отметил, что в настоящее время проводится колоссальная работа по обеспечению населения чистой водой и созданию условий для развития отрасли. Он также подчеркнул, что в этом году в данном направлении планируется завершить 14 проектов на общую сумму 1,525,000,000 сомов, предусмотренных действующим госбюджетом. В 24 селах города Токмок будет обновлено 1200 метров водопроводных коммуникаций чистой воды. В частности, в прошлом году реализовано и введено в эксплуатацию 20 проектов чистой водой и обеспечено около 100 тысяч человек в 21 селе. В результате реализации данного проекта обновлено 162 километра водопроводных труб, установлено 14 водонапорных башен, было потрачено 363 миллиона 400 тысяч сомов, из республиканского бюджета – 335 миллионов 500 тысяч сомов, из местного бюджета – 13 миллионов 100 тысяч сомов. Доля благотворительных фондов составила 13 миллионов 700 тысяч сомов. Около 3000 человек получили помощь в связи с праздником Хурманайт. Более 500 овец были принесены в жертву и доставлены в семь областей республики. Сегодня в городе Бишкек, Ячуйской области, была вручена помощь малообеспеченным семьям, имеющимся детей с ограниченными возможностями здоровья. Каждой семье, нуждающейся в общей помощи, было роздано по 4 килограмма мяса. Благотворительную работу организовали совместно с Турецкой благотворительной фонда и Общественный благотворительный фонд Ахдемельге. Следует отметить, что такого рода помощь в праздник Хурманайт оказывается ежегодно. В течение последних пяти лет мы ежегодно проводим убой 500 голов овец и раздаем мясо нуждающимся семьям в семи областях. Наш партнер в этом деле – Голландский международный фонд помощи. В этом году мы планируем оказать помощь более чем 2000 нуждающихся семей. Туристический бренд и проморолик «Благодатная долина» стали победителями среди туристических брендов и роликов стран СНГ и Центральной Азии на международном конкурсе «Дива мира». Как сообщили в полномочном представительстве президента в регионе, на конкурсе были представлены бренды более 30 государств – Европы, СНГ, Центральной Азии и Азии. Ежегодно в российских конкурсах фестиваля «Дива мира» принимает участие несколько тысяч различных видеопроектов. Финал отбирается от 100 до 400 лучших роликов или фильмов о туризме. Примерно 40-50 в номинациях. Отметим туристический бренд Чуйской области «Благодатная долина» признан ярким победителем среди туристических мировых промороликов и турбрендов стран СНГ и Центральной Азии. В Кыргызстане объявлено штурмовое предупреждение, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций. Так, во второй половине 18-19 июня из-за неустойчивых погодных условий и обильных дождей в горных и предгорных районах страны осилие опасно. Также ожидается повышение уровня воды в реках. Ведомстве советуют в целях предотвращения последствий очищать арки и дренажные каналы. В Панфиловском районе завершился Международный фестиваль искусства «Алакулфест». Международный фестиваль, посвященный поэту Алакулу Усмонова, был организован на территории Государственного мемориального комплекса имени Алакулу Усмонова в селе Капталарек. Мероприятие началось с возложения венка к памятнику поэту и чтения, посвященному ему Корана. На площади было построено семь юрт и организована выставка ремесленников. В Международном фестивале приняли участие представители Министерства культуры, информации спорта и молодежной политики, представительства президентов Чуйской области. В рамках 100-летия Каракаргазской автономной области в Кыргызстане сегодня в Панфиловском районе проходит данный Международный фестиваль. В следующем году в честь юбилея пройдет арт-фестиваль на высшем уровне. В фестивале приняли участие поэты, писатели, художники, фестиваль на высшем уровне. Художники, скульпторы, исполнители мелодии, ремесленники со всей республики, а также люди литературы и искусства из разных стран, таких как Турция, Казахстан, Узбекистан и Каракалпакстан. Несмотря на то, что жизнь Алкула Усмонова была тяжелой, он был и остался великим поэтом. Все его произведения остались для следующего поколения, как дань хранить и передать следующему поколению. Им написан ряд драматических произведений. В Перу поэты также принадлежат высокохудожественные переводы на крыльский язык. В целях увековечения памяти о творчестве великого поэта и воспитания художественного эстетического вкуса нового поколения были подведены итоги конкурсов литературных научных произведений, живописи, скульпторы, ремесел. Победителям были вручены призы, а также в фонд музея будут приниматься работы авторов-победителей данного фестиваля. Из уст родных Алкула Усмонова сегодня узнали многое. На основании этого я написала поэму про него. Сегодня я получила в номинации первое место, чему я очень рада. Будут широко собраны литературные и научные данные, отобранные по итогам фестиваля. И начнется подготовка празднованию 110-летия Алкула Усмонова, которое пройдет в 2025 году на республиканском уровне. Этот фестиваль проходит не в первый раз. В течение трех лет в рамках песенного конкурса «Алкулдуу Куйбус» проходит мероприятие. В этом году захотели расшириться в тюркский мир и решили провести с широкой программой. Сегодня были отобраны победители в 14 номинациях. Стоит отмечить, что фестиваль длился три дня и впервые проходил в международном масштабе. Айсло Мурзакова, Эрмия Кадыров, УТРК Чуй, Чуйская область. На этом у меня все. И эти и другие новости более подробно вы можете узнать на нашем официальном сайте УТРК Чуй, а также в социальных сетях Instagram, Facebook. УТРК Чуй. С вами была Айсло Мурзакова. Ну а далее прогноз погода на завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова